В прошлой передаче буквально вчера я упоминал о том, что Арарат Мирзаян провел телефонный разговор с главой Ирана Хосени Амиром. И вот тут стали известны. Сайт Лагер публикует, скажем так, подробности этой беседы. И говорится в ней вот о чем. Говорится в ней о возможности подписания и многостороннего соглашения о создании международного транспортного коридора Пельсидский залив, Черное море. Что это за такое многостороннее соглашение и что это за такое транспортный коридор? Ну, начнем с того, что этот транспортный коридор, этот транспортный коридор может идти только Иран, Армения, Грузия, соответственно, грузинским портам. Но ни у Ирана, ни у Армении, тем более ни у Грузии нет никаких финансовых ресурсов для того, чтобы этот коридор реализовать. То есть, если мы говорим вообще о реализации вот этого проекта, этот проект, он интересен прежде всего тем, что он будет реализовываться исключительно на внешние деньги. Но о каких внешних деньгах может идти речь в данном случае? В данном случае речь может идти, правда, там еще говорилось о том, что, мол, был принят на днях посол Соединенного Королевства в Армении Джон Галлахер. И, мол, с британскими компаниями была обсуждена возможность участия в последних в инвестиционных программах дорожного коридора Север-Юг. Я вам скажу честно, и там еще дальше в сообщении речь идет о французских компаниях и так далее и тому подобное. Я вам скажу честно, что если речь идет об Иране, конечно, в конечном итоге у Армена Сарксена, президента Армении, есть достаточно хорошие связи с Великобританией. Это все возможно, я сейчас не буду ни о чем-то подобном говорить. Но я думаю, что прежде всего речь будет идти и может идти о Китае, потому что именно Китай является главным военно-политическим союзником Ирана. Это уже факт. Это аформирует на уровне договора ровно так же, как и Турция является военно-политическим союзником Азербайджана. И вот тут самое интересное, тут самая интересная судьба порта Анаклии нашего, потому что китайцы дважды пытались этим портом завладеть, то есть чтобы они его построили и они были там операторами. Дважды это блокировали амбеликации. Что происходит сейчас? А сейчас происходит очень интересная штука на самом-то деле. На фоне, в общем-то, охлаждения отношений между правительством Грузии и Западом вообще, а охлаждение отношений происходит именно потому, что правительство Грузии категорически отказывается идти хоть на какие-то уступки во внутренней политике. Потому что, понимаешь, любые уступки во внутренней политике приведут к чему? Приведут к тому, что они просто лишатся власти. И вот на этом фоне Китай вполне может воспользоваться возможностью по проекту Анаклии. Так что нужно следить очень внимательно, нужно следить за руками в этом случае. Вот если проект Анаклия будет уже в руках китайцев, тогда они на себе заводят все потоки и север-юг, и восток-запад. То есть через Казахстан, Азербайджан, порт Аляд, порт Актау и до портов Черноморских, Черного моря Грузии. И через Иран, Армению. Вот через Иран и Армению, если речь идет об открытии коммуникаций, тоже интересно. Если речь идет об открытии коммуникаций, о чем говорилось в Ноябрьском соглашении. Кстати, Ноябрьское соглашение, я уверен, это не про мир. Это про российское присутствие, новый формат российского присутствия в конфликте и вообще на Южном Кавказе, и новый формат российского менеджмента конфликта в Карабахе. Вот если речь идет об этом, тогда мы видим, что все коммуникации находятся под контролем России. Ну а если вдруг Иран, Китай решат построить очень дорогую, очень дорогую дорогу через Армению, непосредственно через армяно-иранскую границу, тогда, соответственно, Россия, как бы, если еще к тому же будет проложена железная дорога, независимо от российской железной дороги, которая принадлежит сейчас Армении, то, в принципе, Россия может оказаться ни при чем.